Совершить дерзкое преступление, прикарманить чужое – этим люди грешили во все времена. Но бывают поступки, о которых невольно хочется сказать, и смех, и грех. В канун праздника мы решили вспомнить о самых нелепых и глупых преступлениях 2018 года и о нарушителях-неудачниках. Житель Китовского района взял в банке кредит, но ноша оказалась непосильной. Чтобы не выплачивать деньги, он инсценировал свою смерть, раскидав на берегу одежду. Разыграть спектакль ему помогла сожительница. Она сообщила в полицию, что любимый не вернулся с рыбалки. Когда за дело взялись правоохранители, их стали терзать смутные сомнения. Вскрылись любопытные факты – у пропавшего не погашен двухмиллионный кредит, и в случае его гибели родственники получили бы страховку чуть больше полутора миллионов. 1 февраля 2018 года гражданин, инициировавший свою смерть, был обнаружен живым и невредимым около дома своей гражданской жены. Спонтанное знакомство парочки произошло в одном из магазинов в поселке Механический. Выпившая дама, возвращаясь от подруги, заглянула в ночник за добавкой. В это время там находился мужчина. Он стал оказывать женщине знаки внимания, и уже через мгновение они стояли в подъезде ее дома. Дамочка начала заигрывать с понравившимся спутником и рассказала, что запланировала пластическую операцию по увеличению груди. В доказательство своих слов предложила ему заглянуть ей под кофточку. Однако вместо женских прелестей мужчине приглянулись больше золотые украшения – цепочкой кулон, которые он сорвал и убежал. Двое подвыпивших приятелей 20 лет за одну из ночей испытали несколько разочарований. Когда они возвращались из села Мишкинского района, в их автомобиле закончился бензин. Парни отправились на поиски горючего и заметили возле ограды дома открытую легковушку. Они угнали машину, чтобы на ней отбуксировать свою. Однако спустя пару километров друзья потерпели очередную неудачу. В украденном вазе тоже закончилось топливо. Смирившись со сложившейся ситуацией, злоумышленники направились домой пешком, где и были задержаны стражами порядка. Пенсионерка 77 лет остановила грузовой поезд в надежде, что ее подбросят до дома. Машинисту пришлось применить экстренное торможение и остановиться, поскольку на путях он увидел женщину. Она подавала сигнал остановки, делала круговые движения рукой. Как оказалось, бабуля шла с дачи и опоздала на электричку. До города было 20 километров, и она пошла вдоль железной дороги. А увидев поезд, решила добраться до дома на нем. Когда поезд прибыл на станцию Шатринск, ее встретили транспортные полицейские. В одной из новостроек Заозерного мужчина, источающий алкогольное амбре, без спроса закусил соседским пирогом. Хозяйка квартиры с горячим пирогом ждала сына с работы. Однако вместо него в жилье неожиданно ворвался мужчина, в руке которого блеснула сталь. По манере поведения и разящему запаху было понятно – пьян. Злоумышленник угрожающе размахивал перед женщиной руками, а затем схватил противень с пирогом и убежал. Потерпевшая испугалась и сообщила о случившемся в полицию. Через день, придя в себя, сосед-налетчик подбросил женщине уже пустой противень, оставив его возле квартиры. Но принести извинения вместе с материальным ущербом он посчитал излишним. Субтитры создавал DimaTorzok